Здравствуйте, мои друзья, четвероклассники и их родители. Сегодня мы делаем итоговый тест по русскому языку для четвертого класса. Давайте быстренько разберемся и пойдем по своим делам. Итак, найди слово с непроизносимой и согласной. Пастбище, красный, опасный. Пастбище, в этом слове прячется буковка Т, ее не слышно. Едем дальше. Покажи слитное написание. Ребята, если между тем, что подозревают, и словом можно поставить какое-нибудь другое слово, значит, оно пишется раздельно. А если нет, тогда вместе. Давайте смотреть, подставлю какие-нибудь слова. Отговорил, от красивый говорил, не подходит. Значит, отговорил пишется вместе, от эта приставка. Со стола, с красивого стола. Можно вставить прилагательное, поэтому напишем раздельно. Со стола – это предлог. Не входить. Запомните, пожалуйста, ребят, не с глаголом всегда пишется раздельно. Затем, под окном. Давайте красивый поставим. Под красивым окном влезает, значит, под пишется раздельно, потому что под – это предлог. Следующее задание. Укажите слова, в которых пропущена буква А. Сапоги. Словарное слово А. Закатал. Закатал, потому что проверочное слово катится, а не кот. Красивый. Меня в школе учили, что нужно проверять словом красный, поэтому пишем букву А. Засмотрелся. Проверочное слово смотрит, поэтому засмотрелся. Дальше одежда. Дальше одежда – буковка О, словарное слово. И лопата – буковка О, тоже словарное слово. Затем, укажи группу существительных с окончанием Е. Давайте разбираться. Жил в деревне. Деревня – слово первого склонения, женского рода оно у нас, поэтому напишем Е. В ком, в чем – это предложный падеж. У него пишется Е в конце у женского рода, у первого склонения. Скакал на лошади. Лошадь – существительное третьего склонения. Это женский род, но мягкий знак заканчивается, поэтому здесь будет И. Не подходит нам. Лежит на ладони. Ладонь, как и лошадь. Третье склонение. Будет на ладони. На ком, на чем. Предложный падеж. Дальше увидел в окошке. Увидел в ком, в чем – в окошке. Здесь будет Е, потому что окошко, существительное второго склонения, и у него в предложном падеже, это в ком, в чем, пишется, конечно, Е. Работал на заводе, на ком, на чем. Слово «завод» тоже второго склонения, мужской род. А поэтому пишется Е в предложном падеже, на ком, на чем. Затем по зеленой равнине, по кому, по чему, дательный падеж. Слово «равнина» женского рода, первого склонения. В дательном падеже у первого склонения, конечно, Е. По зеленой равнине, затем «из кустов чаще», «из кустов кого, чего, чаще». Напишем «и», это родительный падеж, первое склонение, женский род. Дальше «высоко в небе», слово «небо», это второе склонение, средний род, поэтому напишем «е». В ком, в чем, предложенный падеж. Дальше «на краю лужайки», «на краю кого, чего», «лужайки», родительный падеж. Слово «лужайка» женского рода, здесь напишем «и». Затем укажите слово с удвоенной согласной. Слово «растение» с одной, «длина» с одной, «рано» с одной, а вот «аллея» с двумя «л», потому что это словарное слово, ребята, его нужно учить наизусть. Затем, в каком слове не пишется мягкий знак? Мягкий знак пишется у существительных женского рода, как вот здесь, третьего склонения. Видите, «тише», «она моя», в конце мягкий знак. И у слова «молчишь» это глагол настоящего времени во втором лице единственного числа, поэтому обязательно всегда мы будем писать «молчишь», мягкий знак. Ты молчишь, ты стоишь, ты бежишь, ты ездишь, всегда у «ты» будет мягкий знак в конце. Ты, что делаешь, что это мягкий знак. А вот у слова «камыш» не будет мягкого знака, потому что «камыш» – это существительное второго склонения мужского рода, и мы в ней напишем мягкий знак. Затем, найди ошибку в написании окончания имени прилагательного. Зеленое платье – все хорошо, синяя кофта. Да, здесь есть ошибка, потому что у прилагательных в женском роде будет писаться «ая» или «яя» для именительного падежа. Красная ягода – все прилично. Едем дальше. По окончании какого существительного никогда не пишется буква «е». В банке, в ком, в чем, банк, второе склонение мужской рода, конечно, будет «е». В радости, слово «радость» – это женский род, третье склонение. А у него в предложенном падеже, а в ком, в чем, это предложенный падеж, никогда не будет буквой «е». Будет только буква «и». А в воздухе – это воздух, тоже второе склонение мужской рода, поэтому, конечно, напишем «е». Дальше, ребята. Девятый номер. По окончании какого глагола нужно писать «е»? Посмотрим. «Луна смотрит». Вас ловят на спряжение глаголов. Глагол «смотреть», несмотря на то, что он заканчивается в начальной форме на «еть», он относится ко второму спряжению, потому что он перебежал жизнь и второе спряжение. Это глагол «исключение». Поэтому «Луна смотрит». Здесь напишем «и». «Мама помнит» – это обыкновенный глагол второго спряжения. Что делать? «Помнить» заканчивается на «ить» и в исключениях его нет. Поэтому здесь «и». «Ты читаешь» заканчивается на «ать» в исключениях не живет. Поэтому «читаешь». Десятый номер. Укажи, в каком ряду слово с приставкой. Надо разобраться, в каком слове это часть корня, а в каком слове это приставка. «Дорога». В данном случае это часть корня, это не приставка. «Дорогой». Тоже часть корня, не приставка. «До города». Эти два слова пишутся раздельно. «До» – это предлог. А вот «договор» можно заменить «до» на какое-нибудь другое. Маленькое слово, на какую-нибудь маленькую приставку другую. Будет «договор», «приговор», «уговор», «заговор», «переговор». Поэтому «до» – это, конечно, приставка. Затем «нарубил». Это приставка, потому что «на» можно заменить на другое слово. «За», «рубил», «отрубил» или «вырубил». Поэтому «на» – приставка. «Награда». Друзья, «награды» – это корень. Поэтому здесь мы, конечно, не напишем, что это приставка. Дальше. «На лестнице». На красивые лестницы можно поставить прилагательное. Поэтому, конечно, напишем раздельное. Это предлог, а не приставка. «На лима» – это рыба такая. Конечно, корень. Дальше. «Приехать». Если «при» можно поменять на что-нибудь, значит, это тогда приставка вводит. «Приехать», «уехать», «заехать» или «переехать». Все, «при» – это приставка. «Примус» – конечно, часть корня. Дальше. «При мне». «При ком» – «при мне». Поэтому «при» напишем раздельное. Это вообще предлог. И «принцесса». Это, конечно, не приставка. Это часть корня. Едем дальше. Одиннадцатый номер. Где буква «Ш» будет писаться? «Гребешки» будет «Ш». «Речушка» будет «Ш». «Пешком» будет «Ш». «Этажи» – «этажи». Слышно «Ж». «Муравьишки» – да, «муравьишки». «Бабушка» – да. Но нам «этажи» все испортило. Дальше. «Ложка», потому что «ложечка». «Ж» слышно. «Подружка», потому что «подруженька». «Ж» слышно. «Мышка» – да «Ш». «Мышь». «Г» смотрим. «Книжечка». «Книжечка». «Ж» слышно. «Малыш». «Малыш» – «Малышом». «Ш» слышно. «Букашка». «Букашечка». «Ш» слышно. «Букашечка». Проверочное слово «ясно», поэтому я напишу. Пятерка. Я напишу, потому что проверочное слово «пять». В какой строке эти слова пишутся с буквой «и»? Смириться. Мир. Сновидение, потому что вид. Сидит, потому что сидя. Здесь «с» и слова. Дальше. Линейка «и» проливая. «и» пролив. Проверочное слово. Здесь «линия» в линейке. Небесный – это небо, поэтому «и» не подходит. Жемчужный, потому что жемчуг «и». Трепещет, потому что трепет «и». Минувшее, минуло время, поэтому «и» не подходит. Найди ошибку. Мужской ли это род. Скрипач – он мой. Аккордеон – он мой. Кофе – он мой. Здесь все хорошо. Дальше. Женский род. «Земляника – оно моя». «Зеркало – оно мое». Все, уже не подходит, не разбираемся. Затем средний род. «Яблоко» – оно мое. «Желание – оно мое». «Подземелье – оно мое». Вот здесь все красиво. Ошибка только в «б». Пятнадцатый номер. В какой строке у всех недописанных слов? Окончание «и». Хранить в памяти. В ком? В чем? Третье склонение – женский род. «И». Предложный падеж. Третье склонение. Ребята, «и». «И». «Нет мудрости». «Мудрость» тоже третьего склонения. Поэтому нет мудрости «и». «Цветет среди осени». «Осень» – тоже третье склонение. И здесь тоже «и». «Не выпало ни капли». Это первое склонение. Подвиж никого, ничего родительный. Здесь будет «и». «Вижу в ребенке в ком? В чем?» Это второе склонение. Здесь, конечно, «ребенке». «Е». «Скажи королеве». «Скажи кому? Чему дательный падеж». Это первое склонение. Здесь тоже «е». А нам нужно «и». Получилось «аюности», «мудрости». «Осени». Все, проехали. Шестнадцатое делаем. «Найди предложение, в котором им прилагательное относится к подлежащему». «Ребят, здесь лесорубы собрались, подлежащие и сказуемые. К лесорубам не относится прилагательное. Едем дальше». «Порывы ледяного ветра обжигают лицо». «Порывы, что делают, обжигают». «У порывов нет никакого прилагательного». «А теперь здесь большое окно пропускает много света». «Окно», что делает, пропускает. А вот у окна есть прилагательное. Это большое. Поэтому выбираем «в». Мы нашли прилагательное, которое относится к подлежащему. «Окно какое большое». Дальше едем. «Укажи предложение с именем прилагательным в форме мужского рода винительного падежа». Чтобы, ребят, найти винительный падеж, надо подставлять слово «кошка». Вот давайте найдем прилагательное. «Густой» – это прилагательное. Слово «густой» относится к туману. Давайте вместо тумана «кошка» поставим. С удочкой в руках я пробирался сквозь густую кошку. Если вылезла «у», значит, это типичный винительный падеж. Мы выкрутились. Конечно, густой здесь. Это винительный падеж. Сквозь кого что? Дальше. За железной стеной, за железной кошкой не вылезла «у» – невинительный. Пароходы блещут бурные волны. Блещет бурная кошка. Нет, тоже невинительный. Дальше. В городе построили новую школу. А вот типичный случай. Новую кошку. Да, но нам нужен именно мужской род, ребят. Нам совершенно не нужен женский, несмотря на то, что это тоже винительный. Видите? Вот тут нас поймали почти. Мужской род. Конечно, густой туман. Первое выбираем «а». Дальше. Восемнадцатое. Какая буква пропущена в окончании глаголов? Пролетаешь. Сияем. Мечтаешь. Боремся. Тянем. Это спряжение. Я вывешу отдельно урок про спряжение в подсказочке. Вы там можете посмотреть, если захотите, конечно. Глагол с мягким знаком перед «ся». Убирает «ся», что делает. В вопросе нет мягкого знака. И здесь не будет. Нету. Катаются, что делают. Нет мягкого знака. Значит, и здесь не будет. Умывать «ся», что делать. В вопросе есть. И здесь поставим. Умывать «ся», мягкий знак. В. Двадцатая. Укажи предложение с глаголом второго лица, единственного числа. Ребята, второе лицо, единственное число – это «ты». Смотрим. В наш дом часто приходят гости. Гости – это они. Нам не подходят. А вы делаете зарядку по утрам. Вы – это множественное число. Нам надо единственного. Высоко в небе плывут облака. Облака что делают? Плывут. Это вообще третье лицо. Множественное число. Ветер, ветер, ты могуч. Ты. Все, нашли. Гоняешь. Поэтому указываем вот такое «г» предложение. Вот оно. Дальше, друзья. Какие глаголы изменяются по лицам? По лицам изменяются глаголы настоящего времени, глаголы будущего времени. Дальше. Укажем слитное написание. Давайте укажем. «Отговорил». Если можно заменить на другую приставку, тогда это слитно. «Отговорил», «заговорил», «уговорил». Да, слитно. «Со-стола», «со-красивого стола», мы тоже разбирали. Раздельно. «Со» – это не приставка, «со» – это предлог. «Не входить», конечно, «не». Это снова. С глаголом пишется раздельно, ничего нового. Под «красивым окном» тоже раздельно. Ответ получается только «а». Друзья, мы все сделали. Если у вас трудная есть тема, контрольная или диктанты, или что-то, тесты, обязательно присылайте мне, я постараюсь вам помочь. С вами была преподаватель по школьной программе Елена Владимировна. И удачи вам на контрольных диктантах, тестах и экзаменах. И ни пух, ни пера. Субтитры создавал DimaTorzok